Казалось бы, если у вас графен отрывается от подложки, то эмиссия прекращается... Нет, он отрывается от... Что значит часть? Подложка делистрационная. Кずк от Paleo Край графен отрывается от подложек... А он у вас до этого лежал? А он лежит на них. При малых напряжениях, когда еще нет отрыва, у вас эквидистантно расположены вот эти светящиеся локарные области? И с чем характеризуется расстояние? До отрыва очень мало тока, мы вообще не видим эмиссионные картины. Но у вас же не сразу начинает отрываться? Нет, все правильно, да. Там очень мало тока, мы эмиссионные картины, вообще говоря, не видим. Потому что нам нужен ток, чтобы увидеть его. У вас объекция была, я просто не успел задать вопрос. А чем связано появление в туннельном механизме эмиссии, там, значит, горбик такой, да, два горбика? Горбик? В зависимости от чего? Ну вот с утра объекции сегодня показывали. Нет, в зависимости... Ну, это потенциальная энергия такая, да? Тумбирование там идет через барьер, да? Там, значит, один, максимум, второй. А, вы, в электрон, в энергии имитированных электронов, два максимум, вы это спрашиваете? То есть, туннельный, за механизм у вас не секральный, я понимаю? Да, механизм туннельный, все правильно. То есть, как выглядит потенциальный барьерчик, который идет? Он треугольный, ну, грубо, да? То есть, мы полем, как бы, порог превращаем в треугольный барьер, грубо. Но при этом электроны могут имитироваться как с уровня фермы, так и не ниже уровня фермы. Через вот эти резонансные уровни вот в этом самом электричестве энергии электронов. То есть, один или иной. Мы как раз вот эти уровни, да? Да. Вы вот оторвали, да? А нельзя ли еще вот поле положить так, чтобы как бы удержать? Ну, я, на самом деле, как бы пробовал это, но нет, ничего не получилось. Ну, как бы идеи были такие, да. Был бы интерес, когда вы регулировали это. Можно решить просто механическую задачу. Вы наводите дипольный момент в этой... Ну, да, дирекистически, естественно, это можно рассчитать. Да, и там очень простая формула получается. Ну, я понимаю, да. Да, я понимаю. Ну, просто, я как бы экспериментатор, для меня достаточно оценку сделать. А вот это, а если как бы посчитать... Нет, это тоже оценка, я тоже говорю об оценке, но это просто другой немножко механизм. Ну, нет, правильно, посчитать можно. Потому что выстраивание вот нанотрубок электрическим полем, оно как бы... Да, это известно. Потом склара. Вот вы наблюдали изображение. Вот, так сказать, вот есть эмиссионные микроскопы, когда там наблюдают, получают изображение от одного атома. Вот то, что вы наблюдаете, это с какой площади или какого размера идёт эмиссия, у вас вот эти пятнышки вот были. Это изображения, скажем, группы атомов или это одиночных атомов углерода? Нет. Ну, это сложно сказать. Нет, ну, имитирует всегда как бы один атом, да, в один момент времени это один атом имитирует. Но, нет, это имитирует всё-таки, наверное, в данном случае это какой-то вот там есть усиление поля на какую-то особенность вот этого графина, да, который, например, отщипирует. Нет. И там оно распределено, в поле, в какой-то области. Но размер этой области оценить как то и отчество. Как вам вообще-то говорят, так сказать, на несколько порядков. И? И, так сказать, у вас тогда, по крайней мере, у вас не будет вот этой абсорбции, потому что у вас всё время есть экспозиция в один атом мюр. Один атом мюр – это в одну секунду, при этом есть больше. Ну, это не обязательно так, потому что протекает большой ток, и он греет вот этот графен, и всё должно улетать. Хорошо, но при этом у нас иницируется какая-то яхта. Насколько стабильное изображение? Ну, достаточно стабильное. Во времени оно стабильное. Хорошо.